Необходимость предметной работы по проблематике политически мотивированного уголовного преследования, возможность автомобилям с преднестровской регистрации перемещаться в странах ЕС, а также вопросы образования и экологии отражены в специальном протоколе. Его подписали по итогам встречи в формате 5 плюс 2. Документ стал результатом первого за два года заседания постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по преднестровскому урегулированию. Основой документа послужили предложения Российской Федерации, которые были разработаны для активизации диалога между Приднестровьем и Молдовой. Два дня в Берлине проходил первый раунд переговоров в формате 5 плюс 2 под председательством ФРГ в ОБСЕ. Его итоги подвели на традиционном пресс-брифинге, трансляция которого состоялась в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ отметил, что продолжение работы 5 плюс 2 стало возможным благодаря усилиям посредников и наблюдателей в переговорном процессе. Глава преднестровской дипломатии Виталий Игнатьев дал высокую оценку российским предложениям в виде нон-пэпер, которые послужили центральным аспектом обсуждения на текущем заседании формата 5 плюс 2. С удовлетворением хотелось бы отметить, что на основании российских предложений, которые были поддержаны в ходе встречи всеми посредниками и наблюдателями, нам удалось максимально четко и полно отразить в подписанном итоговом протоколе заседание алгоритм первоочередных шагов, которые необходимы для обеспечения эффективной работы переговорного процесса. В подписанном в Берлине протоколе всего 7 пунктов. В них говорится, что стороны продолжают работу по вопросу апостелирования дипломов, выдаваемых в Приднестровье, разрешению вопросов в области телекоммуникации и связи, защиты окружающей среды. В протоколе также говорится об усовершенствовании механизма гарантий имплементации достигаемых решений в рамках переговорного процесса. Проще говоря, обеспечение таких условий, когда достигнутые договоренности соблюдаются. В определенном смысле данный протокол является конкретной дорожной картой, которая нам позволит шаг за шагом предметно приближаться к решению конкретных вопросов, выходить на более позитивные уровни, создавать атмосферу доверия и поэтапно улучшать социально-экономическое положение жизни приднестровцев. По словам Виталия Игнатьева, протокол содержит конкретные обязательства сторон по нахождению в короткие сроки устойчивых решений по вопросам политически мотивированных уголовных дел. Напомним, что массовое заведение уголовных дел на приднестровских должностных лиц, предпринимателей и обычных граждан послужило одной из причин, по которой переговоры в формате 5 плюс 2 не проводились два года. В протоколе существует запись по проблематике уголовных дел. Этот вопрос достаточно детально обсуждался. Мы работали над формулировкой. Есть четкое обязательство сторон обменяться актуализированными списками в самое ближайшее время и предпринять конкретные решения по выработке окончательного компромиссного решения данного вопроса, поскольку эта проблема является одной из самых острых. В подписанном документе также есть пункт об участии в международном движении автомобилей с приднестровскими номерными знаками. В данном контексте Виталий Игнатьев озвучил еще одно предложение Приднестровья. Приднестровская сторона обратилась к международным участникам формата 5 плюс 2 с просьбой оказать содействие в разрешении доступа приднестровских автомобилей на территорию их государств в контексте сезона отпусков и в контексте того, что эта социально-гуманитарная проблема требует скорейшего своего разрешения для того, чтобы улучшить атмосферу во взаимоотношениях сторон. Согласно данному протоколу, стороны должны активизировать сотрудничество по оговоренным в нем вопросам. Итоги этой работы участники переговорного процесса планируют подвести в середине июля. На это время намечена традиционная баварская конференция по мерам укрепления доверия, которой стороны, как ожидается, подготовят ряд практических решений. Александр Логутин и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.